Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. А кто-то не только смотрел Олимпийские игры, что называется, вживой, но и принимал в них непосредственное участие. Волонтеры, студенты Сургутского госуниверситета вернулись из Сочи в полном составе и поделились впечатлениями с нашей съемочной группой. Эмоции просто бьют через край. Оно и понятно. С момента возвращения сургутских волонтеров домой прошло меньше недели. В голове еще живут воспоминания о главном спортивном событии мира этого года. Навсегда на память об Олимпийских играх 2014 останутся яркая и эксклюзивная форма аккредитации, друзья по всей России и миру, море фотографий и значки. Ими менялись, их дарили болельщики со всей планеты. Прибыла на объект корейская семья, и я их предупредила, что, извините, но у нас не курят. На что они говорят, да, конечно, что, я не буду курить. Потом они попросили, чтобы я их сфотографировала, и в конце за хорошее дело они мне подарили значок. Ранний подъем 12-часовая, а то и больше смена. Трудности не пугали ребята, скорее наоборот, организовывали. Даже сейчас чувствуют себя по-особенному. Артем, кстати, воспользовался возможностью искупаться в море, пусть и температура воды была всего 8 градусов. Относились к нам более чем хорошо, делятся ребята. Только мысли о волонтерском деле у людей все равно специфические. И становятся они предметами страшилок для мам и детей. На крае муха услышу, что вот, там, вот, отчитывала по полной программе. Говорит, вот, если не будешь слушаться, пойдешь в волонтеры. А за что там конкретно, уж не знаю. Но, видимо, они со стороны видели, как волонтеры вот это все вот, приходится им вот эту вот работу тяжело выполнять, там, целый день стоять, там, приветствовать, провожать. Уже сложно не видеть пальмы и морской берег. Даже от снега успели отвыкнуть. Сейчас нужно возвращаться к обычной жизни. У многих на носу экзамены и защита дипломов. Впрочем, волонтеры привезли в Сургут не только эмоции, но и незаменимый опыт, который точно пригодится им в будущем. В первую очередь, это и физический опыт, как бы развивалась выносливость, потому что приходилось быть на ногах, там, я не знаю, по 20 часов в сутки иногда. Это и опыт общения с людьми, опыт организационный. То есть умение, я была этим лидером, и умение организовать работу от 5 до 12 человек, казалось бы, не такой большой коллектив, но требует определенной сноровки. Несмотря на трудности, некоторые ребята уже записались волонтерами на следующие зимние Олимпийские игры в Корее и строят планы, и на Формулу-1 хотят съездить и на чемпионат мира по футболу поработать. Правильно говорят, что быть волонтером – это призвание. Дмитрий Круковец, Дарья Давыдова, Сергей Коватов, Сургут Интерновости. Новости за неделю. Достоверная информация из первых рук. Злободневные темы, объективная аналитика. Программа «Телевизионный обзор новостей». О наиболее важном и интересном в городе, округе, в стране. Каждое воскресенье на каналах Сургут Интерновости плюс СТС, ТВЦ, ТВ3.